В ближайшие дни на территории Верхневолжья, по прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидаются устойчивые минусовые температуры. Это может стать причиной образования на водоемах со стоячей водой первого ледяного покрова. В такие периоды серьезно прибавляется работа у инспекторов ГИМС. На неокрепший лед выходят самоуверенные подростки и нетерпеливые любители надледной рыбалки. Спасатели, в свою очередь, напоминают, чем может быть опасен ноябрьский визит к воде. Обманчивое ноябрьское солнце не должно никого вводить в заблуждение. Зима, как говорится, близко, и в грядущие несколько дней столбики термометров в Тверской области, говорят синоптики, едва ли будут подниматься выше отметки в 0 градусов. Такие периоды, по традиции, во всеоружии встречают сотрудники государственной инспекции по маломерным судам регионального управления МЧС. На водоемах, где стоячая вода, таких как водохранилища, озера, возможно образование ледяного покрова. И, соответственно, такой лед, он самый притягательный, особенно для детей. Не только для детей, но и для рыбаков, которые, не дожидаясь крепкого льда, при первых же минусовых температурах стремятся с удочками к водоемам. Такая нетерпеливость, констатируют в ГИМС, может обернуться трагедией. Впрочем, опасна вылазка на воду может быть и при использовании плавсредств. Разумеется, если забыть о существующих правилах безопасности. На прошлой неделе был случай на реке Волга в районе поселка Мелкого, где рыбак выпал из лодки, был без жилета. Сначала нашли лодку, через два дня нашли рыбака. Дабы осенний отдых на воде не омрачился неприятным инцидентом, сотрудники ГИМС советуют соблюдать простейшие правила. В первую очередь, не стоит выходить на неокрепший лед. Родителям следует следить за детьми, чтобы их чадо не побежало оценивать толщину неустоявшегося ледяного покрова. Отправляясь на водоем в лодке или катере, обязательно нужно надевать спасательный жилет. Ну а если случилось ужасное, и вы оказались в холодной ноябрьской воде, самое главное, напоминают в ГИМС не паниковать. Следует снять с себя одежду, чтобы она не тянула вас на дно, по возможности позвать на помощь и пытаться доплыть до берега, стараясь экономить силы.